Алексей Алексеевич, хотела бы поговорить с вами на тему чудес и исцелений. Мы записывали несколько коротких передач на эту тему, но я хотела бы как-то все собрать в одну, чтобы можно было поговорить более подробно. Я, когда готовилась к этой передаче, прослушала одну из проповедей Джона Маккартура на эту тему. И вот он там дает определение чуду следующее, что чудо – это Божье вмешательство в жизнь человека вопреки естественным законам. А все остальное, вот когда бывает, там что-то, просишь Бога, денег нет, и Бог посылает чудесным образом деньги, он называет это Божьим провидением. Вот согласно этому определению, что чудо – это сверхъестественное вмешательство в жизнь человека. Творит ли Бог чудеса сегодня? И сталкивались ли вы с подобными чудесами лично? Никогда это что-то вот провиденческий Бог посылает? А какое это такое? Значит, исходя из самой природы Бога, мы знаем, что Бог не ограничен ничем с тем, чтобы творить чудеса. И смысл этого вот в чем. Мое определение чудес немножечко другое. Я вижу чудо в том, когда Бог делает что-либо, что мы не можем объяснить известными нам на данный момент законами. Я еще раз повторю. Что-то, что мы не можем объяснить известными нам на данный момент естественными законами, законами природы. Дело в том, что когда мы смотрим на Бога, то Бог, по сути дело, он очень организован, он очень систематичен. И все то, что он делает, не хаотично. У него есть какие-то возможности, которые точно так же соответствуют более высоким законам. Ну, например, я тебе приведу пример, когда Исаак Ньютон закон гравитации сформулировал, то этот закон, он действенным был до Эйнштейна. И он продолжает быть действенным, но Эйнштейн своими открытиями обнаружил, что при определенных скоростях закон Ньютона не... или так скажем, масса, материя не подчиняется закону Ньютона, она ведет себя по-другому. То есть, вот есть часть знания, которая регулируется законом Ньютона, а есть другие состояния, в которых другими законами регулируется. Вот именно так я представляю себе чудеса. Чудеса – это не что-то противоестественное, это что-то сверхъестественное. То есть, оно естественное для Бога, но не естественное для нашей точки, вот для нашего понимания того, что естественно на данной точке нашего знания, возможного знания. По этой причине, когда мы видим Бога, Он не ограничен ничем, чтобы заставляло Его, что Он не может делать чудеса. Он, конечно же, делает все то, что Он считает правильным, и всегда, когда Он видит это нужным, в каждой конкретной точке. Бог никогда не пойдет против своих естественных законов, которые Он создал? Вы об этом говорите? Никогда не пойдет, да. Никогда не пойдет, да. Потому что Он есть Бог закона и порядка. Воскрешение мертвых, например, когда Христос воскрешил Бога? Ну, здесь немножко, когда я говорю, что против естественных законов, которые Он создал, речь идет не об этом. Речь идет о том, что те сети законов, которые известны нам, не допускают возможности ходить по воде. Но у Бога есть другое, другие составляющие, более высокие, в которых Он может подчинить материю, в данном случае, другим более высоким законам, которые есть у него. Ну, вот говоря о таких чудесах, Вы видели подобные чудеса, в своей жизни сталкивались с чем-то, когда Вы видели, что что-то происходит абсолютно, что Вы не можете объяснить и даже предположить. Это не совпадение, это вот что-то такое, что очевидно чудо. Да, когда мы говорим о подобных вещах, то здесь опять-таки в каждой точке люди могут искать какое-то объяснение, исходя из тех законов, которые все-таки нам известны. Ну, например, я знаком с случаями исцеления людей, когда они находились в той точке заболевания, в которой все известные медики, которые смотрели на данную ситуацию, говорили о том, что шансов, чтобы этот человек жил, нет. И вот здесь, когда ты видишь, что этот человек не просто продолжает жить, а он абсолютно освободился от своего заболевания, и этому нет естественного объяснения. Но люди скажут о том, что ну да, этому нет объяснения, которые мы знаем. А там, возможно, какие-то процессы в организме происходили, которые победили болезнь. Так что мы просто их не знали, эти процессы. И врачи, которые исследовали этот вопрос, они еще не дошли до этого знания. Но вот эти процессы, они произошли, и причина, почему человек победил эту болезнь, связана с естественными, но неизвестными нам процессами. Понимаешь? Это люди бы так сказали. Вы склоняетесь к такому объяснению? Это люди бы так сказали. Так вот, я говорю о том, что возьми любое чудо, которое происходит, или даже чудо воскрешения мертвых, или же чудо хождения по воде, или чудо умножения хлебов. В конце концов, когда мы придем на небеса, будет объяснимо тем, что это произошло по известным Богу законам, но неизвестным нам. То есть, Бог управляет всем, абсолютно всеми. И когда мы говорим о том, что Божье провидение, то от самого маленького, от того, что мы сегодня с тобой сидим и разговариваем, от того, что заложенные Богом принципы в то, как ведет себя материя, и как ведет себя человеческий организм, и как соединяется дух с разумом, с мозгом человека, с нематериальной и материальной составляющей, и как мы можем формулировать идеи, и как мы можем спорить об этих идеях, и как можем доносить эти идеи другим людям, вот если посмотреть на сами эти явления, они сами по себе не что иное, как чудо. Почему? Потому что во многих точках мы не находим объяснение, почему это так функционирует, исходя из известной нам системы знаний, доступной для нас на данном этапе. Понимаешь, да? Понимаю, да. То есть, когда мы говорим о чуде, мы привыкли измерять это «Икона заплакала» или же «Мертвый воскрес». Мы привыкли только яркими вещами. Но если мы разберем чудо и объясним его в том, что чудо – это то, что происходит вне рамок известного нам знания, то мы сможем обнаружить намного больше явлений, ну, как, например, известна загадка, каким образом элементарные частицы в ядре атома держатся вместе. Ответа на этот вопрос до сих пор нет у специалистов. Но это не называют чудом. Наверное, не называют чудом, потому что атомов триллиона или секстиллиона, или я не знаю сколько. И в каждом атоме это чудо. И это что-то, что мы не можем объяснить. Таким образом, когда я говорю об исцелении человека, чьё исцеление не могли объяснить врачи, но оно произошло по каким-то причинам, которые Господь использовал в том, что изменилось направление развития клеток у этого человека. И вместо того, чтобы раковые клетки продолжали размножаться, они просто съели друг друга. И опухоль уменьшилась. Ну, вы сталкивались с каким-то очень радикальным, сверхъестественным исцелением, например, воскрешением мертвых, или, например, чтобы амбутированная рука отросла? Да, не сталкивался. А существует ли такое? Как вы думаете, вы допускаете, что Бог такое сегодня может творить? Не что-то вот там внутри, где можно подумать, окей, это какими-то законами можно объяснить? Да. Возможно. Ну, как я и сказал, даже воскрешение мертвых, и даже если руки будут отрастать, они все равно будут объяснены какими-то известными Богу законами, но неизвестными нам. То есть, вот, и это, на мой взгляд, это очень важный элемент, который важно нам понимать, потому что если человек думает, что он знает, как это произошло, то тогда это не Бог. Но это глубокая ошибка. Почему? Ну, потому что написано, мы им живем и движемся, и существует. То есть, Бог везде, в нашем дыхании, в сердцебиении. Это Божье продолжающееся действие. И нам нужно именно таким образом быть. Теперь относительно таких ярких чудес, я бы назвал это даже не чудесами, а знамениями. Или, наверное, более точное русское будет знамение, хотя я всегда использовался с ударением на другой слог делал. Значит, мы видим, что подобные явления даже в Священном Писании происходили только в узкоопределенные периоды времени. И мы об этом уже не раз говорили в рамках наших дискуссий. То есть, Бог использовал подобное явление для подтверждения авторитета тех или иных служителей, которые стояли на ключевых точках, поворотных точках развития Божьего плана искупления. И мы видим такие люди. Это был Моисей, выходит народ израильский из Египта. Дальше мы видим пророки Илья и Елисей. Народ израильский пришел к критической точке своего морального растления. И Бог делает последние усилия для того, чтобы привлечь этих, возвратить этих людей. И Он устанавливает совершенно новую должность пророков как третью ветвь духовной власти, так скажем, в народе израильском. И Он дает им такие особенные дарования. И потом мы видим целые периоды, когда нет вообще никаких проявлений того, что Бог говорит. Вернее, проявлений сверхъестественных, каких-то ярких сверхъестественных явлений. И потом приходит время Иисуса Христа и время апостолов, когда закладывается фундамент первой церкви. Вернее, церкви вообще. И мы видим там особенное проявление. Дальше мы видим в книге «Деяния апостолов». Очень интересно, начинается эта книга с очень большого количества чудес. И по мере продвижения к концу этой книги мы видим, как этих чудес становится все меньше и меньше. Дальше мы видим, как апостол Павел даже, он пишет и говорит, «Трофима, я оставил больного в медлите». Тот, кто в определенном периоде мог воскресить юношу, который выпал из окна, а он почему-то не может исцелить этого сотрудника своего. И он его оставляет больным. И дальше он пишет Тимофею, «Впредь ради немощи твоего желудка, употребляя немного вина». То есть Бог забрал у него эту способность? Нет. Я думаю, что когда мы говорим о способности, то речь идет не о том, что Бог забрал, а речь идет о том, что Бог на определенном этапе действовал. Это не то, что есть у Павла, и он распоряжается этим. Он сегодня распоряжался, а завтра перестал. Это то, что Бог избирал на определенном этапе действовать через Павла именно таким образом. А вот дальше он перестал действовать так, а действовал как-то по-другому. Это вот то же самое, что можно объяснить в нашем служении, в проповедническом служении вообще, всех, кто доносит истину другим людям. Когда мы говорим о даре проповедника, то что мы подразумеваем? Это способность изучать Писание и эффективно его коммуницировать. Ну да, может быть, но ведь такими способностями могут обладать и совершенно неверующие люди, которые могут точно так же изучать Писание и эффективно его коммуницировать. Но весь успех проповеднического служения заключается в том, насколько Господь изберет, решит, позволит тому, чтобы его дух действовал через конкретного проповедника в данной точке, чтобы обращались люди, чтобы разрушались духовные твердыни, чтобы преображались сердца в образ Иисуса Христа. То есть это все в зависимости от Господа. И здесь уже как Господь действует, мы даже возьмем таких известных проповедников, как Джонатан Эдвардс, и мы видим один период в его служении, два года, кажется, когда Господь действует так, что каждый день покаяния и церковь растет на сотни человек. Люди приходят, каятся, становятся христианами. И потом, через два года, это все стихает, и дальше несколько лет нет абсолютно ничего. Это тот же проповедник, то же место. Грешники вокруг также точно нуждаются. Но Господь в определенной ситуации, Он решает действовать таким образом, а потом Он действия свои видоизменяет. И уже тот же проповедник проповедует, а эффект уже не тот. Мы можем, конечно, искать, я думаю, какие-то человеческие объяснения, состояние общества, состояние церкви, состояние сердца проповедника. Могут быть, конечно, все эти факторы, которые играют какую-то роль, но финальную роль играет Божье решение. Он в каком-то месте дал действие Духа Святого, а в каком-то не дает, или дает его ограниченно, или оно действует совершенно в другой форме. Точно так и с чудесами. Вы можете точно сказать, что вот Бог, были эти периоды совершения чудес, что Бог решил, что вот сейчас этих чудес не будет? Это не такой период. Может быть, он захочет через кого-то показать свои знамения для людей. В Библии не написано, что Бог решил, что сейчас этих чудес не будет. Есть несколько текстов, которые, ну, так скажем, косвенно говорят об этом. Я уже привел такой пример, этот пример, что мы видим, происходит в книге «Деяния послов», как эти чудеса постепенно сходят на нет. Самое главное – это то, что мы видим на практике. Мы видим на практике, что то, что происходит сегодня, оно отличается от того, что происходило в дни, когда образовалась церковь, когда Христос ходил по земле. И мы видим, что это отличие радикальное. Ну, например, относительно того, что делать с людьми, которые больны. Если во время апостолов Петр и Иоанн идут в храм, и они видят человека, который, коллега хромой, сидит очень-очень долго, они подходят, и они говорят, серебра и золота нет у меня, а что имеют, удаю именем Иисуса Христа, встань и ходи. Он не совершает там трехдневного поста, он не узнает у этого человека, покаялся он или нет, он не говорит о том, что исповедовал ли он свои грехи или нет. У Петра, как у апостола, была власть, он просто говорит, и этот человек поднимается. В послании Иакова мы не читаем, что болен ли кто из вас, найдите человека, обладающего даром исцеления, и пусть он придет и прикажет болезни отступить. Мы видим другую инструкцию. Инструкция говорит о том, что болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церковь, и пусть он исповедается, и пусть они помолятся, возложившие руки, помазавшие елеем, и тогда молитва веры исцелит болящего. То есть мы видим совершенно другую инструкцию, которая характеризует дальнейшую жизнь церкви. Бог видел это, и Он знал, что будет такой период. Здесь надо еще одну деталь добавить. Мы читаем о том, что чудеса вновь будут, будут совершаться чаще, и это будет период, самый последний период жизни людей на Земле. Здесь это будет период великой скорби. После восхищения церкви. Да. И с одной стороны мы видим, это то, что будут делать представители дьявольских сил. Написано во втором послании Фессалонакийцам об Антихристе, того, которого пришествие будет со всякими знамениями и чудесами ложными. И книга Откровений говорит о том, что лжепророк будет творить ложные чудеса, которые будут создавать вот этот эффект, привлекающий людей. И будут два пророка, которые будут проповедовать, которые будут творить чудеса. Это Божьи пророки. То есть мы видим, что всплеск сверхъестественных, необъяснимых по-человечески явлений будет еще иметь место в период окончательных событий здесь на Земле. Теперь, если говорить об исцелениях Виакова, вы упомянули у Виакова, что болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров. Или мы видим инструкцию молиться, и мы часто молимся за больных, и сами призываем молиться. Я как-то у себя в Фейсбуке первый раз, наверное, в жизни увидела такую просьбу за молитву, за воскрешение из мертвых. Кто-то умер. И вот люди призывали молиться, чтобы Бог воскресил. Мы верим, мы верим. Но вот на самом деле разумно ли это, например, просить, чтобы Бог воскресил твоего умершего, или чтобы рука отросла? Относительно того, чтобы молиться за воскрешение мертвых, у нас нет библейского повеления, новозаветного повеления или обещания, что это будет. О больных написано, о том, чтобы мы молились и будут воскресать наши умершие, невидимо такого. Плюс, я думаю, когда мы говорим о уровне сверхъестественности в каких-то конкретных просьбах или нуждах, которые у нас есть, мы видим даже в Ветхом Завете, даже в Ветхом Завете и в Новом Завете, мы видим, что более радикальные формы оставлялись для более значительных событий. Например, мы видим в Ветхом Завете факт того, что прозрение, прозрение слепых касалось только Мессии. только тогда, когда Мессия придет, тогда слепые будут прозревать. То есть, мы не видим, чтобы пророки в Ветхом Завете имели эту власть. Бог оставил этого только для Иисуса Христа. И мы видим, что именно это является одним из аргументов для апостола Иоанна, для евангелиста Иоанна, когда Он строит свой аргумент, то, что Иисус действительно Христос Сын Божий в Своем Евангелии. И Он в 9 главе уделяет этому специальное внимание, что вот слепой прозрел. И причина, почему Он об этом говорит, в том, что это делает Мессия. И точно так же воскрешение Лазаря играет ту же самую роль, что Мессия воскрешает. Конечно, мы читаем два случая, в которых апостолы воскрешали, но это было только два единичных случая. Но мы не видим нигде обещания, что это будет происходить. По этой причине, я думаю, что так как в Писании нет обещания, что это будет происходить, то, наверное, это является достаточной причиной, чтобы мы были уверены в том, что люди воскреснут, однажды, когда Бог подведет итог всему тому, что происходит на Земле. Но это не касается того, что эти люди могут воскреснуть сейчас. Во всяком случае, мне не знакомо ни один случай, когда это в действительности бы происходило. Но это касается и радикальных форм исцелений, там парализованных стал, или рука отросла, или нет? Труднее сказать здесь, хотя, скорее всего, по аналогии мы можем привести тот же самый, провести ту же самую аналогию, или прийти к тому же самому выводу. То есть, мой вопрос, наверное, был бы, нужно ли таким людям молиться об исцелении? Или же, получается, исходя из вашего ответа, что можно даже и не молиться, просто как бы смириться, вот Бог допустил, и не нужно молиться? Или же все-таки... Смотри, когда мы говорим о молитве, то молитва об исцелении, там ясно сказано, это молитва веры. И здесь очень важная деталь веры во что? Молитва веры это вера, доверяющая Богу. И мы доверяем Богу не только с точки зрения его способности что-то сделать, но мы доверяем ему с точки зрения его доброго, любящего, отцовского сердца, в котором он знает, что сделать, в котором он видит ситуацию намного лучше, и он по каким-то причинам допускает ту или иную болезнь или то или иное состояние для человека. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы молимся, то мы молимся с верою, доверяя Богу, в том, что он даст мне свое наилучшее для меня решение. И, возможно, в каком-то, ну, невозможно, а точно мы видим, что в каких-то случаях люди исцеляются, люди побеждают болезнь, Господь дает живительную силу, которая побеждает болезнь. А в каких-то случаях этого не происходит. Ну и последний вопрос, не могу его не задать, а сейчас, ну и раньше тоже, очень часто можно встретить людей, которые говорят, вот там остелился человек, там, и очень много там говорят, вот я видел, на каких-то крусейдах еще где-то люди встают с красок, или там, вот как вы это объясняете? Здесь нужно быть очень осторожным. Я отношусь к подобным свидетельствам настороженно. Настороженно вот почему, потому что из них делают шоу. Это используется для того, чтобы привлечь внимание к какому-то проповеднику, к каким-то людям, и очень часто, чтобы собрать деньги. И по этой причине, когда вот подобные вещи я слышу, я воспринимаю их с определенной степенью здорового скептицизма. Во всяком случае, я знаю несколько исследований, которые проводились, и которые подтверждают факты, что зачастую в подобных шоу или в подобных публичной демонстрации каких-то исцелений это было или же временное, человек выдает желаемое за действительное, или же это были люди, которых, ну так, которые играли, с ними этого в действительности не происходило. Ну, во всяком случае, несколько исследований, которые говорили о том, что они взяли, познакомились с людьми, которых представляли на этой сцене, что они вот сейчас исцелятся, и потом они встретились со всеми ими через три месяца, и, к сожалению, со всеми не смогли встретиться, что некоторые уже умерли, а некоторые вновь вернулись к той своей болезни, в которой они были. Правда, вот эти проповедники, которые это делают, они тебе скажут, но исцеление в действительности произошло, просто у человека не хватило веры дальше стоять в этом исцелении, поэтому он вернулся туда, в свое положение, и всякий раз, когда идет вот это вот использование подобной информации, я отношусь к этому очень настороженно. Ну, вот вы говорите настороженно, и с долей здравого скептицизма, означает ли это, что вы допускаете все-таки вероятность какой-либо процент, что эти люди действительно... Я допускаю, по причине того, что, смотри, Бог может исцелять, и кто-то в действительности, искренне доверяя Богу и уповая на Бога, веря в Божью силу, а не в силу этих проповедников, может прийти и в действительности получить исцеление. Все-таки Бог может оставлять за собой право радикально вмешаться в любом моменте. Хорошо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова